Просто нет навыка логического мышления. По телевизору сказали это, идет повторение. Никакая экономическая аргументация не пробивает. Слушайте, ну люди там покупали дешевые товары в основном, правильно? Были обвешены кредитами, а сейчас уйдешь в армию, у тебя кредит или простят, или отложат. Дальше. Очень много жили своего огорода. Чего поменялось? Ничего. А тут еще возможность заработать. А тут еще ты родину защищаешь. Слушайте, так это все, такой букет, трудно пробиваемый. Это надо. Понимаете, мы все, вот с кем я не разговариваю, я пытаюсь донести до этой московской тусовки, что вы не очень хорошо понимаете страну. Честно. Я уже во многих аудиториях говорила. Страна не совсем такая, как мы себе ее представляем в Москве. Это очень грустные слова, честно. Ну, это какая-то, когда получается, страна с заниженным, простите за это слово, но, наверное, оно здесь будет самым точным, с заниженной эмпатией, потому что, ну, а где сочувствие? А где то, что происходит у соседа? С соседа, и количество украинских беженцев, гибель украинских людей. Почему у русского человека вдруг отключилось это чувство сочувствия? Это тоже интеллигентское вот такое ощущение и мышление. Первое. Они получают информацию из телевизора, где про это не говорится. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Потом эта информация уже идет в фон. Но люди же понимают, что люди убивают других людей, и наоборот. Пока не было мобилизации, это были действия регулярной армии. Нас это не касается. Вот слово «нас» это не касается ключевое. Выставлены все мыслимые и немыслимые барьеры, чтобы не думать, не как бы соображать, чем это может закончиться. Это не мое. Это не мое. Я там не живу, я там ничего не делаю. Вот что будет после вот этого круга мобилизации, уже будет пожестче. Потому что люди ваучи увидят. А там будет озверение. Просто озверение. С обеих сторон. Потому что чем дольше все это длится, тем страшнее расчеловечивание. Вы же это понимаете. Цена человеческой жизни снижается. Только у одной стороны есть мощный фундамент обороны своей страны, а у другой стороны не знаю, какой фундамент. И тут психологам надо социально. А остальное, Российская Федерация, особенно в перифериях. Можно я вам скажу вот гадость? Человек погруженный в заботы, выживание, в целом не эмпатичен. Потому что все его жизненные силы уходят на выживание. Максимум эмпатии и то не всегда. Это близкий круг. Семья и то не всегда. И поколотить могут. И какие-то там друзья, подруги и родственники. Все. Его мир ограничен выживанием и сохранением, умное слово скажу, бондингового социального капитала. Это взаимоотношение с тем близким кругом, родня и несколько друзей, которые, если шу, тебе помогут. Понимаете эту логику? Вот такой круг надо держать. А вот бриджинговый социальный капитал, когда вы общаетесь с широким кругом людей, и надо быть априори эмпатичным, чтобы это общение существовало, это не про них. Не про них. Не надо этих людей ругать. Они просто живут другой жизнью. Я пытаюсь это объяснить. Потому что иначе тогда вся страна, вот те самые, как нас называют в других местах, это не так. Это не так. Это издержки чудовищного обнищания значительной части российского населения. Вы не забывайте про это, что у 40% россиян денежные доходы ниже, чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году. Они выживают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова